итак продолжим не забываем что мы с вами делаем примитивную версию этого белаза потом сделаем уже более так детализирована но помните о том что для шаттера выгоднее делать простенькие модельки потому что сейчас мы разберем поехали поехали по сексу нет ну здравствуйте так разворачиваем потому что вы потратите кучу времени на всякие детальки до шаттер вам даст возможность только три вида поставить то есть по диагонали прямо и назад остальные будет считать эмулянтами и просто закроет вам и все и ваш труд пропадет поэтому для обучения нужно брать конечно такие сложные модели для повышения мастерства а для шаттера и прочее делать такие знаете деревянные поделки то что мы сейчас с вами делаем так мы и rotation пасе y так и 90 градусов пишем на клавиатуре получаем теперь увеличиваем естественно у него огромные эти колеса сейчас примерим по оси x меньшим конечно вот так перейдем на троечку возьмем джи начнем примерять это хорошо но мне кажется все таки по отношению к кузову по отношению к кузову все равно она большеватый так чуть-чуть уменьшим конечно хорошие колечки но я думаю что вот так было бы как раз с вами же учимся делать непрофессионалы прям такие страшные дела смотрим я думаю что так будет хорошо теперь по оси нет ничего делать прости сначала мы с вами сделаем следующее выделим эту штуку выделили ее и пойдем модификатор скажем был вот у нас получился более нам не надо то что представим себе просто игрушку который нет ли особых таких закруглений но единственное что нужно добавить немножко пожалуйста начинает получаться не оставим так вот этот был и все далее пойдем в редактор выделим тут выделим своими ребро вот это так так в чем дело давайте мы попозже сделаем был сначала мы все сделаем все что нам надо тогда выделим вот это колесо ребро вернее выделим вот это ребро выделим потом тут и тянем это центру это и теперь можем уменьшить вот так вот так вот так вот так вот так это сильно мы с вами уменьшили так все время я забываю что у меня две стороны правильно это выделим и эту тоже хрицажа так вот теперь теперь ручку и не так нам надо нам надо вот этот сделал Где-то ласток-то подержим. Вот, нажали и теперь уменьшаем. Так, есть, давайте еще раз сделаем, хотя нет. Вот так, все будет отлично, разворачиваем, выделяем. Вот этот сзади нам не надо это выделять. И загоняем это дело вовнутрь. R по X. И теперь мы можем полностью это колесо объект мод выделить и попробовать его бэвел ему сделать. Вот это мне конечно странно, что он так не делает. Единственный выход это пойти посмотреть, убрать все трансформации и попробовать еще раз применить бэвел. Нет? Выделили. Так, бэвел. Не хочет. А если Ctrl-B? Только на Edit Mode. Так, выделяем все. И Ctrl-B. Ну вот теперь как бы он сработал. Очень странно. Где включается эта функция, которая будет только грани выделять? Или нам самим это надо делать? Давайте попробуем. Так. Вот эту нам надо взять. Х. Вот эту. Опа. Вот эту грань надо взять. И вот эту грань. Все. Вот эти грани нас интересуют. Поэтому давайте теперь Ctrl-B попробуем. Угу. И мы видим, что он опять делает ерунду. Ерунду он делает потому что... Но я как бы вроде убрал это уже. Это, конечно, странновато немножко. Объект мод. Объект. Clear. Нет. Apple. Трансформационные все эти убрали. Пошли опять в Edit Mode. Вот. Заходим в Ctrl-B. И он продолжает творить ерунду. То есть внутри все нормально. А здесь нет. Здесь он продолжает заниматься черти что. Ну, давайте тогда обманем его. Ну, тогда мы пойдем сейчас с вами в разрезалку. Вот в эту Ctrl-R. Да? И вот нарежем такую штуку и подвинем ее. О. Для елки. Ctrl-R. И сразу двигаем. Вот сюда. Попытаемся обмануть эту штуку. Потом опять Ctrl-R. И вот сюда двигаем. Так. Тут у нас B-L соединился. Хорошо. Но теперь нам нужно вот эти B-L сделать. Вот здесь выделить. Alt. Так. Опять. Опять. Выделить. Alt. Только шик надо было зажать. Вот так. Ну, давайте теперь попробуем. Ctrl-B. По-прежнему ерундой занимается. Так. Что же нам придумать? Вот это здесь B-L не поможет совершенно. Вот. Нет. Иногда в тупик ставит. Блендер, конечно. Что казалось бы. Ну, что тебе надо? Ну, возьми. Сделай B-L в конце концов. Нет. Уперся. Все. Все. И создал я ему уже все условия. Убрал все трансформационные. Да. Прихожу сюда. Нажимаю. Все правильно. Нажимаю. Говорю B-L. Ctrl-B. И он по-прежнему ни B, ни M. Как такое может быть, а? Ну, ладно. Может быть, заглючил он. Пока оставим так. Пока оставим так. Вот. Единственное, что, может быть, вот здесь выделим. И опять, ну-ка, с позиции С. Будем так делать экструд. Нет. Не так нам надо делать. Вот так выделить, вот так нажать и делать. Вот. Все забываем. Так. А теперь вот эту пипочку нам надо по оси, какая у нас ось Х, да? Сделать линии по оси Х. Вот эту пипочку сюда. Вот так. Тут тоже будет сейчас выделываться, наверное, да? Так. Мы пока выделили не это. Нам нужны вот эти грани. Только грани. Так. Контур. Б. Нет. А тут все нормально. Вот видите. Я говорю, это странная конструкция. Попробую повторить здесь. Контур. Б. Ничего не получается. Вот эта часть у него как заколдована. То есть он вывелит по одной стороне. Единственное спасение было это сделать All Transform, но он не подчинился. Ладно. Поэтому мы сейчас просто уходим в Edit Mode и расширяем эту штуку. Динь-динь-динь. По оси Х. Такую толстую сделать, да? Так. Пивот у нас где-то от нее находится, черт знает где. Поэтому сейчас мы сделаем сначала по геометрии Тор-Гиген. Вот так. И сдвинем туда, куда нам нужно. Давайте глянем. А нужно нам конечно же вот сюда его поставить. Вот первое будет колесо здесь. Так. А второе мы сделаем Shift D. Перенесем по оси Y. Нажимаем. Поставим его вот сюда. То есть тем самым, посмотри как я угадал, а? Сочинили мы колеса. Так. Хорошо. Для этого мы сейчас опять же с вами поместим наш пивот в 3D курсор. Вот он появился. И тогда можем спокойненько нажимать на меру. Он там будет. Вот он встал, да? То же самое здесь. Пивот на 3D курсор. Вот и по нему он определяет куда и на какое расстояние бросать эту зеркальность. У нас все прекрасно получилось. Замечательно. Так. Новое время. Вышло уже 14 минут. Все. Хорошо. Стоп. Здесь. Все. Видимо.